Ежегодно сотни выпускников Юрокадемии становятся сотрудниками органов юстиции. Пообщались со своими будущими коллегами сегодня замминистра юстиции Светлана Глушенко, директор департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев и начальник теруправления юстиции Руслан Сауляк. Они посетили Одесскую Юрокадемию, встретились со студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции. Молодых людей интересовала работа государственных и частных исполнителей, выплата алиментов, а также борьба с буллингом в образовательных учреждениях. Отмечу, что большинство вузов страны сегодня закрыты на вынужденные каникулы. При этом Одесская Юрокадемия работает в штатном режиме и даже принимает гостей. Среди моих коллеги очень много выпускников Одесской юридической академии, и это один из лучших работников в системе юстиции. Это не только Одесский регион, это в целом почти всей страны, потому что мы понимаем, что у вас есть филиалы, которые функционируют на территории всей страны. Это выпускник Одесской юридической академии, это качественный специалист, это профессиональный специалист, который обладает абсолютно всеми необходимыми навыками и знаниями в сфере права. Дуже важно, что президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов активно співпрацует с Министерством юстиции в сфере всех направлений, которые мы, скажем так, генеруем и инициируем перед Одесской юридической академией. Это связано с профессиональными проектами, связанными с подготовкой кандидатов в приватные виконавцы, с проведением и круглых столов, и певных заходов на уровне Одессины и в других регионах Украины. Поэтому это, естественно, позитивная история и позитивный приклад, как органы власти, как руководство высшее может активно співпрацювать. Одесская юридическая академия стала первым в Украине университетом, на базе которого стартовали курсы подготовки частных исполнителей и уже прошло несколько выпусков. Потому что, действительно, навантажение в нашей системе на одного государственного виконавца в среднем в месяц скрывается от 80 до 100 виконавчих проведений. Можем рекомендувать и запросить на работу молодых юристов на посаду государственных виконавцев, других специалистов в органах государственной службы, попробовать стать приватным виконавцем или помещником, сначала приватным виконавцем, дальше приватным виконавцем. Звичайно, вступать до Национального университета Одесская юридическая академия. Это очень чудовий вуз, с высоким уровнем и материально-технического обеспечения, и выкладывание. Это самое главное для того, чтобы отримать знания, и потом опыт, и практичные навыки. Также сегодня прошла встреча с членами регионального штаба по контролю за взысканием элементов и долгов по зарплате. Штабы непосредственно по взысканию алиментов и заработной платы мы проводим в юридической академии, которая предоставляет нам наши, скажем так, идеальные условия для того, чтобы проводить данные штабы. У нас был штаб когда-то в начале года, у нас был штаб в начале года, замминистра был один присутствовал, у нас уже был штаб после этого, присутствовал второй замминистра, теперь уже, видите, Светлана Глушенко, это уже третий замминистра, который присутствует в академии. Отмечу, что ранее Минюз на базе юрокадемии провел курсы повышения квалификации нотариусов, помощников нотариусов, регистраторов и работников государственных натуральных архивов. Продолжение следует...